Примите участие вместе с нами в путешествии в центральную часть Германии прямо в Эрфурт. В течение следующих пяти минут вы получите некоторое впечатление об оборонительных казармах в Эрфурте, внутри и вокруг цитадели. Приблизительно с 2000 года эта завораживающая взгляд недвижимость стоит пустой и осуществляется поиск инвестора. Какие у вас есть идеи, чтобы венец этого города, как ее иногда называют, пробудить к новой жизни? Сейчас мы узнаем кое-что из истории. Первые люди здесь, в Петерберге, поселились 5000 лет от Рождества Христова. Бенедиктинский монах-миссионер Бонифаций основал в 742 году епископство Эрфурт. Монастырь, который расположен здесь, имел обязанность принимать немецких кайзеров и королей. Кайзер Фридрих Барбаросса жил здесь, в Петерберге, во время его правления. Эрфурт является столицей федеральной земли Тюрингии. Здесь проживают на данный момент приблизительно 210 тысяч жителей. Эрфурт представляет собой один из красивейших сохранившихся до наших дней внутренних городов Германии. Более 550 миллионов евро получает здесь туриндустрия каждый год. В год в город приезжают приблизительно свыше 11 миллионов гостей и туристов. В 2015 году без малого четверть миллиона пассажиров использовали аэропорт в Эрфурте. Здесь вы увидите сеть железнодорожных линий Deutsche Bahn и пункты назначения из Эрфурта и в Эрфурт. Все же вернемся назад к Петербергу и завораживающий взгляд недвижимости. Территория является для туристов и населения местом отдыха и свободного времяпровождения. Это место для игр, акций и культурный центр. Здание 167 метров в длину и без малого 19 метров в ширину. Имеет кладку толщиной в некоторых местах свыше двух метров. В здании находятся три просторных лестничных клетки. Оборонительные казармы – самое большое сооружение в Петерберге. Помещения здания в период военного присутствия использовались для 750 солдат. Во время 30-летней войны в 1631 году Эрфурт и Петерберг были оккупированы армией швейцарского короля Гусар. 23 июня 1807 года Наполеон Бонапарт прибыл в Петерберг, чтобы лично подчинить себе город. В 1808 году здесь, в Эрфурте, состоялся Эрфуртский конгресс, в котором также принял участие русский царь Александр I. Незадолго до Первой мировой войны с 1912 по 1913 оно перестраивалось. Было существенно расширено за счет надстройки Большой Крыши. В процессе наращивания военного потенциала Вермахта во времена национал-социализма Петерберг использовался вновь военными. С образованием ГДР в 1949 году республика вступила во владение этой бывшей немецко-прусской собственности и эту территорию опять заняли военные. С 1963 года Петерберг попал опять в муниципальное владение. С воссоединением Германии с 1989 по 1990 год Петерберг отошел в собственность свободной республики Тюрингия и был реконструирован, стоит сегодня тем не менее пустым. Это гигантское здание вместе с башнями Эрфуртского собора и церковью Святого Севира явно является венцом города. Это здание может быть центром притяжения на предстоящей в 2021 немецкой выставке по садоводству Бундесгартеншау. Какие у вас есть идеи, чтобы венец этого города, как ее иногда называют, пробудить к новой жизни?